Поскольку у нас пряжки генеральские, то хотелось бы какие-то анекдоты вспомнить на тему генералов. Генерал, мы потеряли третий полк. Голубчик, что же вы меня позорите? Немедленно найти. Где наша третья рота? Согласно плану, им уже положено вернуться из разведки. Они сообщили, что сейчас уже подтягиваются, товарищ генерал. Вот это хорошо, орлы. Передайте, чтобы не торопились, и когда подтянутся, то могут еще и часок поотжиматься. Генерал приказал солдатам собирать грибы, выстрелил полк цепью и прочесывает окрестности голоса цепи. Товарищ генерал, а бледные поганки брать? Брать. Так они же ядовитые. Сказано брать. Тещи все равно, что жрать. Про генерала Бонапарта. Генерал Ажера как-то вошел к вновь назначенному командующим Южной армии генералу Бонапарта и увидел, как тот прыгает, пытаясь достать с высоко убитого гвоздя свою шляпу. Позвольте помочь, сударь, произнес Ажера. Я все же выше вас на голову. Вы не выше, тут же отозвался Бонапарт. Вы длиннее, но я могу лишать вас и этого преимущества. Военные едут на рыбалку, подходит лейтенант к генералу. Товарищ генерал, сколько берем водки? Семь ящиков. Да вы что, в прошлый раз взяли семь ящиков, не могли дорогу до автобуса найти. Ну тогда пять ящиков. Да вы что, в прошлый раз взяли пять ящиков, удочки все забыли. Короче, берем десять ящиков, удочки не брать и из автобуса не выходить. Товарищ генерал, а как пишется, вторнег или втореник? Так, сейчас, словаря посмотрю. На букву Ф такого слова нет. А что делать? Пиши, собрание переносится на среду. Что вы скажете о предстоящем сражении, генерал? Ну, видит бог, оно будет проиграно. А зачем же его начинать? Генерал говорит, завтра будем наступать в семь часов. Вопросы строя. В семь утра или в семь вечера? Генерал говорит, в семь дня. Генерал говорит полковнику, товарищ полковник, не делайте серьезное лицо, вы же офицер. Товарищ генерал, там часового сняли, теперь к вам идут. Кто? Корреспонденты НТВ. Плохо стреляете, товарищ солдат, и недовольно, говорит инспектирующий генерал. Сам берет автомат, прицеливается и дает очередь. Ноль. Вот именно так вы и стреляете. Позор, товарищ капитан. Покажите, эротик, как надо. А чего генерал молчит? Думает. У нас в армии так, если генерал молчит, значит либо думает, либо портрет. Паренек возле вуза проходит призывную комиссию, надеясь на замену прохождения военной службы альтернативно гражданской. Ну и стандартный вопрос комиссии. По каким причинам вы не можете проходить военную службу? Мое вероисповедание не позволяет строить генеральские дачи. У генерала спрашивают, какой ваш любимый вид спорта? Футбол. А какая команда вам больше всего нравится? Ротоподъем. Генерал на построении говорит, если я не найду виновных, то я их назначу. Кстати, генерал это тот же эфритер, которого всего лишь несколько раз повышали в звании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ефритер три раза подряд выигрывал в шахматы у генерала. Как же это получается? Я, генерал, командую дивизию. Ты у меня выигрываешь. Так здесь, товарищ генерал, надо не командовать, а головой думать. Субтитры сделал DimaTorzok Генерал ругает лейтенанта за оплошность. Товарищ генерал, сказал лейтенант. Мы лучше забудем это дело, давайте замнем. Если мы, старшие, будем ссориться, что тогда начнут вытворять солдаты? На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.